Здравствуйте! В эфире новости города и при Байкале на канале Ангара Медиа. С вами Ольга Волошина. Один человек погиб, двое серьезно пострадали. В минувшую субботу в ГСК «Луч-2» в 94-м квартале прогремел взрыв. К месту происшествия съехались все спецслужбы города. Что стало причиной трагедии, выясняла Ангелина Борисова. В этот же день очевидцы происшествия сообщили, что в одном из гаражных боксов компания распивала спиртные напитки. А немного времени спустя мужчины начали ссориться, после чего в гараже прогремел взрыв. По версии следствия, в ходе распития алкоголя один из ангарчан решил похвастаться самодельной гранатой, которая упала и взорвалась. На место тут же выехали пожарные, скорая помощь, полиция и инженерно-техническая группа сотрудников ОМОН. По версии следствия, в этот день 4 человека распивали спиртные напитки в гараже. В какой-то момент 33-летний мужчина стал демонстрировать присутствующим взрывное устройство гранату, после чего она упала и произошел хлопок. В результате инцидента смертельно был травмирован один молодой человек, остальные получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время они находятся в больнице. Следователи следственного комитета выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается. Ангелина Борисова, Альберт Домнин. Новости. 360 Ангарск. Существенное подорожание красной икры зафиксировали эксперты. В апреле килограмм в рознице стоил в среднем около 5000 рублей, что на треть больше по сравнению с прошлым годом. В итоге цены составили абсолютный рекорд, как минимум с 2011. В целом непрерывное подорожание икры началось с июня. К ноябрю средний чек превысил 4000 рублей за килограмм. По подсчетам, производство лососевой икры в прошлом году упало почти вдвое до 11 тысяч тонн. Уменьшение вылова привело к тому, что у поставщиков начали заканчиваться запасы. Самореализация молодежи в современном мире. В рамках проекта с таким названием представители некоммерческой организации «Ты не один» проводят встречи со студентами, чтобы рассказать им о возможностях трудоустройства в будущем и развитии в различных профессиональных сферах. В этот раз участниками проекта стали ангарчане. Рано или поздно каждый студент сталкивается с прохождением практики. И тут у многих встает вопрос, где ее пройти и как попасть в ту или иную организацию. Сотрудники некоммерческой организации как раз выступают посредниками, помогая ребятам устроиться в различные кампании для прохождения практики. Сегодня в современном мире очень трудно найти возможность для самореализации молодежи, хотя есть определенные проекты, определенные мероприятия, куда можно заявляться. Но мало кто об этом знает. Мы пытаемся ребятам сегодня рассказать, куда можно податься заявки, где можно принять участие, куда можно съездить и где, в общем-то, можно найти единомышленников, которые могли бы помочь реализации каких-то их личных идей. Также на встречу со студентами приглашают людей, которые смогли добиться в жизни определенных успехов в профессиональной сфере. Скорее всего, такие встречи станут традиционными. Ангелина Борисова, Алексей Резник, новости 360 Ангарск. На спортивную и детскую площадки у ангарчан стало больше. В минувшие выходные на городской набережной открыли две локации для игр и занятий спорта. Такой подарок горожанам сделал депутат Законодательного собрания Иркутской области Евгений Сарсенбаев. Перенесемся на пару дней назад и посмотрим, как это было. Драйв и веселье. И все это, несмотря на хмурую погоду. В честь открытия площада группа компании Сарсенбаев устроила для ангарчан настоящий праздник. Все мероприятие прошло под спортивной эгидой. Соревнования по функциональному тренингу, тренировки и мастер-классы на свежем воздухе. А для детей была подготовлена развлекательная программа с подарками. Среди участников и гостей праздника также разыграли большое количество призов. Но самым главным сюрпризом, конечно же, стало открытие детской и спортивной площадок. Мы оценили все те предложения, которые нам поступили на протяжении двух месяцев. И потребность есть у жителей, чтобы были созданы комфортные детские и спортивные площадки. В этом есть необходимость. Мы откликнулись и выбрали совместно с администрацией локацию, где можно сделать. Это набережная Ангарская. Излюбленное место сейчас ангарчан. Большинство гостей мероприятия, вне зависимости от пола и возраста, с удовольствием участвовали в спортивных состязаниях и мастер-классах. Для более продвинутых людей, спортсменов, это функциональное многоборье из пяти упражнений. И проверить себя, для начинающих людей, которые только хотят проверить себя, проверить свои силы, на что они способны. Жители 30-го микрорайона и те, кто любит прогулки по городской набережной, действительно ждали эти площадки. Теперь у детей есть место для активных игр, а у молодежи – для занятий спортом. Это, конечно, здорово. Потому что нет необходимости идти с ребенком туда, на ту дальнюю площадку. Можно здесь поиграть, позаниматься. Тем более, что очень много детей. Семьи молодые живут в этом районе, и детей очень много. Поэтому здорово. Ангелина Борисова, Альберт Домнин. Новости. 360 Ангарск. Не переключайтесь. Далее немного полезной рекламы. 8-800-222-7011. Автомойка «Желтый Запорожец». Недорогая, но качественная мойка автомобиля, двигателя, полировка кузова и химчистка салона. Дезинфекция кондиционера, устранение запахов, сухой туман. Хочешь – чистый автомобиль. Улица Димитрова, 9-я. «Желтый Запорожец». Восточная лавка «Ева». Ортопедия, БАДы, лечебные мази, шампуни и товары для дома. Здесь можно найти все. И даже больше. Качественно не значит дорого. Аксессуары для мобильных телефонов и не только в павильоне номер 44. Товары в наличии и под заказ. Стильная женская и мужская одежда от лучших турецких фирм «Вармода». Павильоны номер 23 и 24. Отдел мужской одежды из Турции предлагает рубашки, толстовки, поло, шорты, спортивные брюки отличного качества. Сносу нет, так говорят наши постоянные покупатели. Павильон номер 38. Мебель для спален, гостиных, детских комнат, прихожих и офисов от мебельной компании «Шатура». В наличии и под заказ. Специальные скидки для молодоженов и новоселов. Мебельный центр «Силуэт» – второй этаж. Интернет-компания «Эрлайн» приглашает на работу инженера связи. Наличие автомобиля. Телефон 8 929 433 77 34. 3 июня. ДК «Современник». Максим Аверин в моноспектакле «Научи меня жить». Отчетный концерт танцевального коллектива «Серебряный фокстрот» состоялся во Дворце культуры «Нефтехимик». Его приурочили к 70-летию Ангарска. На сцену вышли около 60 детей и взрослых. Искусство бального танца играет немаловажную роль в воспитании детей. Это один из самых элегантных видов спорта. Поэтому зрители были в восторге от происходящего на сцене. Всего 20 номеров и каких. Концерт был тематическим в стиле ретро. Выступающие были одеты в стиле 60-х, 70-х и 80-х годов прошлого века. Со сцены также звучала музыка того времени. У нас очень дружная, хорошая команда. Помимо ребят в нашем концерте активное участие, как обычно, приняли и взрослые. Наши родители. Наш коллектив – это, наверное, одна большая дружная семья. И поэтому нам достаточно просто делать подобные мероприятия. Тимофей Кротких занимается бальными танцами уже 13 лет. Как признается юноша, именно в ансамбле «Серебряный фокстрот» он нашел себя и получил огромное количество знаний и умений в бальных танцах. И когда я перешел «Серебряный фокстрот», я подобрали одну партнершу по имени Ирина. И я с ней уже танцую около 6-7 лет, даже, может, больше. Мы с ней очень много прошли. Мы с ней выступали в Москве с 18-го года на рок, занимали хорошие положительные места. Потом в 2020 году ездили тоже, получается, в Москву. Также выступали и получали первые, вторые, третьи места. Красноярск, Новосибирск. Ангелина Борисова, Алексей Резник. Новости. 360 Ангарск. Четвертый областной открытый турнир памяти президента городской федерации дзюдо Константина Михайлина прошел на татаме спортивного зала «Победа». За звание лучшего боролись более сотни мальчишек из разных уголков Прибайкале и столицы Бурятии. В зал заходят мальчишки по 13-14 лет организовать турнир. После прошлогодней пандемии коронавируса было непросто. Тем не менее, в Ангарск съехались юные борцы практически изо всех городов Прибайкале. По словам их наставников, парни получают необходимый опыт. Сами же эти соревнования – своеобразная преемственность поколений. Для ребятишек эти турниры очень важны. Константин Михайлинов – воспитанник этого клуба. То есть он сам с детских лет здесь занимался, здесь достиг определенных высот. И ребята должны помнить, гордиться своими старшими товарищами. Многие тренерами, которые сейчас работают, воспитанники, дети воспитанники тренеров, они с Константином Михайлиным вместе занимались. Поэтому это как дань уважения, память, ну и дружба, общение между спортсменами. Соревнования по японской борьбе всегда скоротечны. В один день атлеты проводят на татаме по несколько схваток, выявляя сильнейших награды. Более сотни мальчишек разыгрывали в девяти весовых категориях. Как отмечает первый тренер Константина Михайлина Анатолий Наумов, уровень подготовки спортсменов постоянно растет. Уровень сейчас, ребята ранее приходят 5-6 лет. И представляют уже 6 лет, они получают хорошие результаты, уже физически подготовлены, физически развиты. И борьба помогает им в дальнейшем воспитании жизненного пути. Главная цель турнира – оценить подготовку парней для дальнейшего участия в первенствах Сибирского федерального округа и России. И, может быть, в будущем именно эти мальчишки будут прославлять Иркутскую область на соревнованиях международного уровня. Альберт Домнин, Новости 360, Ангарск. Если у вас есть темы для сюжетов, то звоните по телефону 54-88-07. Также все сюжеты вы можете увидеть в наших группах во Вконтакте и Одноклассники. Еще больше новостей в нашем инстаграм-аккаунте «Ангарск», нижнее подчеркивание, 360. На этом у меня все. До свидания. Альберт Домнин, Новости 360, Ангарск. К вечеру на термометре можно будет наблюдать плюс 5. Ветер юго-западный, усиление до 15 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – магазин электроники и бытовой техники «Ситилинк». С 21 по 30 мая «Ситилинк» запускает в «Ангарске» акцию «Тысяча товаров по рублю». По ее условиям нужно оформить заказ на сумму от 1000 рублей и выбрать товар из предложенного списка всего за 1 рубль. Адрес 13 микрорайон, 33, торговый центр «Мега», второй этаж. Ждем вас. «Ангарск», 13 микрорайон, 33, ТРЦ «Мега». А теперь о погоде в «Ангарске». Во вторник с утра солнечно, днем 13 градусов выше нуля. После обеда, возможно, небольшой дождь. Ночью плюс 6, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. И на этом у меня все. Смотрите «Метеопрогноз» на канале «Ангара Медиа». А я желаю вам отличного настроения в любую погоду. Субтитры подогнал «Симон»